Слава Богу! Аминь! Слава Богу! Ему! Ему! Слава Богу! Сегодня будет проповедь благодати. Аминь! Благодать Анка, она как меч обоюдоостро, имеет одну, одно лезвие имеет, второе лезвие. И давайте помолимся, сегодня у нас причастие, сегодня у нас, кстати, сегодня будет дискуссия. Я не буду вас спрашивать, если у вас комментарии, я сам буду говорить. Будет хорошая у нас дискуссия. Аминь! Вы готовы? Настроены? Аминь! Мы настроены, исполнены Духом Святым. У нас Господь будет говорить сегодня. Отец наш Небесный, Благодарим Тебя за прохладу дня, когда ты вышел искать Адама и Ева. Благодарим Тебя за сад, который ты насадил. Благодарим Тебя за то, что ты, быв погребен в саду, воскрес на третий день и встретил Марию Магдалину в саду, которая приняла Тебя за садовника. Ты насадил свой сад. Это мы, Твоя Церковь, Твои люди. Мы имеем жизнь в себе. И поэтому мы возрастаем. От веры в веру. От славы в славу. От силы в силу. Мы просим Тебя, Господи, посети нас сегодня Словом Твоим. Мы молимся, чтобы наш фокус благодати был четко установлен. Потому что мы можем сбиваться в своей жизни. Сбиваться в свои мысли, в свои воображения. Наши воображения никогда не приведут нас в то место, куда Ты нас приводишь, Господь. Через Слово Твое. Мы благодарим Тебя, Иисус. Исцеляй сегодня, ободряй сегодня, чтобы руки поднялись к Тебе, Господь. Спасибо Тебе. И во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Хорошая новость. Яджа приезжает, билеты покупает. Спрашиваю, когда библейский колледж у вас начинается. Мы, я сказал, в сентябре, в начале сентября. Она говорит, билеты ищу. Замечательно. Дама Божья. Здорово, да? Здорово. Сказал, что мы все ждем. Да? Аминь. Слава Богу. Второзаконие, седьмая глава. Второзаконие, седьмая глава. Шестой стих. Бог говорит своему народу, народу Израиля. Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Хочу здесь остановиться. Слово святой, это не то, что может произвести человек. Это то, что производит Бог. Святой это я отделен для Бога. Запомнили, да? Итак, вы не причислены к лику святых через ваши дела. Бог сделал это, когда отделил нас, как церковь, для себя. Это его действие. Он осветил нас. Ибо ты народ святой. Скажите, я святой. Я святой. И смелее, я святой. Аминь. И это истина. Почему бы не говорить истину? Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Да, вы у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой. Чтобы ты был собственным Его народом. Из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов. Принял вас Господь. И избрал вас. Ибо вы малочисленнее всех народов. Но потому, что любит вас Господь. Дорог? Не потому, что вы многочисленные, ребята. Я избрал вас. Но потому, что я люблю вас. Но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву. Первое, что я люблю вас. Не из-за того, что вы были многочисленные и сильны. Но для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукой крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Восьмая глава второзакония. Перевернем страницу. Семнадцатый стих. Здесь Господь продолжает. И чтобы ты не сказал в сердце своем, моя сила и крепость руки моей, приобрели мне богатство это. Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. И девятая глава. Четвертый стих. Когда будет изгонять их Господь Бог твой. Здесь говорится, что Господь будет изгонять народы земли хананской. Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего. Не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеет сей землей. И что за нечестие народов всех Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю. Их, но за нечестие народов всех Господь Бог твой изгоняет их от лица. и дабы исполнить Слово, которым клялся Господь Отцам, твоим Аврааму, Исааку и Якову. Очень хорошее три местописания, где Господь говорит, ты думаешь, я избрал тебя и возлюбил тебя из-за того, что ты в данном случае многочислен? Нет, не поэтому. Ты думаешь, что я избрал тебя из-за того, что ты силен? Нет, не поэтому, потому что я даю силу приобретать богатство. Ты думаешь, что я веду тебя в землю, в которой течет молоко и мед, из-за твоей праведности? Опять-таки, что? Нет. Ты думаешь, что я послал своего Сына, Иисуса Христа, из-за того, что я нашел что-то праведное в тебе? Что? Нет. Ты думаешь, что я послал своего Сына, из-за того, что религиозные люди исполняли определенные вещи, и я увидел их деяние и сказал, ох ты, я должен это сделать. Нет. Ты думаешь, что я возлюбил тебя за какие-то твои вещи и поступки? Нет. Аминь. Вы знаете, это слова благодати. Ты думаешь, что я возлюбил тебя за твое служение в церкви? Вместе скажем, нет. Нет. Как здорово, что у меня микрофон. Ты думаешь, что я возлюбил тебя из-за того, что ты вышел в субботу на благовестие? Что? Нет. Ты думаешь, что я возлюбил тебя из-за того, что ты полагаешь в своей жизни за братьев и сестер? Нет. А за что же ты меня возлюбил, Господи? Какой ответ? Ни за что. С твоей стороны ни за что. А что же это такое? И Господь говорит, потому что я решил возлюбить тебя ради Сына моего Иисуса Христа. Я решил возлюбить тебя, потому что я есть любовь. И я послал своего Сына Иисуса Христа, потому что в Нем мое благоволение, потому что я это Сын мой возлюбленный, и только в Нем я нахожу свое утешение и свое благоговение, и только я возлюбил Его, и Он стал тем, который открыл для вас дверь. И что вы верою вошли в Иисуса Христа и окунулись, вернее не окунулись, и нырнули в ту любовь, которую я открыл вам из вечности в прошлом, в Моем Сыне, и чтобы вы стали теми, которые являются объектом Моей любви. Аминь. Сделал ли я что-нибудь, чтобы быть принятым Богом? Ничего. Всякий человек, который думает здесь на земле, что если он что-то может принести Богу, и он скажет, ох, какой молодец, считается, заходи в Царствие Божие, ни один человек, ни один человек не может сделать это. Кроме кого? И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодать и истины. Никто не видел Бога, только единородный Сын, сущий в недре очи. Он открыл нам Отца, любящего Отца, который говорит через Своего Сына, «Я решил возлюбить вас и не отступлю». Знаете, что это значит? Это означает, что ничто с нашей стороны не сможет изменить это. Аминь. Если вы выйдете из этого зала с этой мыслью, я буду счастлив. Аминь. Господи. Аминь. Вы знаете, что дьявол всеми своими силами пытается сбить наш фокус с Евангелия благодати. Все, что угодно, он может сказать. Но что мы с вами? Господи, Ты за что возлюбил меня? Не за что. А почему? Потому что я просто возлюбил Тебя. Что-то было во мне такое. В Тебе ничего не было, кроме греха и кроме Твоих путей. Но я решил возлюбить Тебя в Моем Сыне, Иисусе Христе. И через Моего Сына Ты стал объектом семи вещей, которые направлены к Тебе, объектом семи вещей благодати. Вы со мной? Какая первая? Мы стали объектом Божьей любви. Я хочу еще раз повторить, что ничто, что мы можем здесь совершить на земле, ни один грех, ни одно падение, ни одно отступничество, никакая ложь, не смогут отличить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Вы слышали? Ничто. Потому что это не мы возлюбили Бога. Это Он возлюбил нас. Вы скажете, пастор, ну тогда все можно делать. Не об этом речь сейчас. Речь сейчас о другом. Чтобы мы с вами не смотрели на грех, который мы совершаем, а смотрели на Христа, который любит нас. И мы принимали изобилие благодати, и Господь говорит, я возлюбил тебя не из-за того, что ты был великим спортсменом, или там великим певцом, или там великим музыкантом. Нет. Наверное, ты, Господи, заметил меня, когда я стоял на сцене. Господь говорит, да я не вижу, когда вы стоите на сцене. Я вижу вас сокрушенными и смиренными перед моим словом, когда я вас вижу. Аминь. Господь не видит гордого человека, он видит кого? Вот на кого я презрю. На смиренного, на сокрушенного духом и трепещущего перед словом Моим. Я тогда вас вижу. А когда вы стали такие перед моим сыном, когда склонились и сказали, да, Господи, я принимаю твою благодать и любовь, спаси меня. И Господь говорит, я спас тебя в этот же момент, поместил у моего сына, и ты стал объектом моей любви. Я? Ты? Это я, что ли? Ты. Но я не достоин. Дело не в твоем достоинстве. Дело в том, что это истина. Принимаешь ли ты ее? Живешь ли ты ей? Успокаиваешься ли ты этой истины? Первое, мы стали объектом Божьей любви. Второе, мы стали объектом Божьей благодати. И мы приняли его от него что? Благодать на благодать. Благодать на благодать. Написано, что Господь неплодную вселяет в дом матерь ее. Аминь? Как это? Это та, которая ничего не может. Господь дает мне ей множество детей. Та, которая не участвовала в битве, и не участвовала в битве, Господь дает ей добычу. И она сидит и делит, или он сидит и делит. Что это такое? Благодать на благодать. Все, что нужно было сделано. Сделать для нашего спасения было сделано. Нашим спасителем. И потом он говорит, это все тебе. Это все для тебя. Принимаешь? И вы такие, ну конечно, принимаю, Господи. Аминь? У нас было на английском, мы разбирали притчу, когда царь сделал для сына своего, как вы со мной, вы внимательны? Хорошо. Царь сделал для сына своего брачный пир. И звал кого? Ну конечно, друзей своих звал. Кого еще на брачный пир позовешь? Друзей, знакомых. И он послал, чтобы звать друзей, знакомых. И они пришли, служители, ну что, пошли, уже все готово. Брачный пир накрыт. Пошли. Другой, один что это сказал? Я женился, не могу пойти. Другой сказал, валов купил. Или, например, машину купил в салоне. Хочу прокатиться. Валов купил, хочу испытать. Другой что сказал? Землю купил, хочу посмотреть. И один за другим, что? Извините, простите, извините. И тогда там сказано, что царь разгневался. И послал своих служителей куда? Идите на улицу, на площади. Идите в тюрьму, идите в госпиталь. Идите по всем дорогам. И зовите всех, которые только могут прийти. Зовите всех, которые скажут, аминь, я иду. И вы представляете, что, например, в самой бедной части города бедняки сидят, есть нечего. В животе урчит, аж на улице слышно. И тут заходит человек и говорит, слушайте, ребята, брачный пир накрыл. Пошли. Что? Конечно. А что платить нужно? А там у нас все равно ничего нет. Пошли. Мы стали объектом Божьей благодати не по нашим заслугам и не по нашим делам. Просто Господь такой. И Он очень гневается, когда Его представляют в другом свете. В свете я тебе, а ты мне. Я тебе, а ты мне. Ты мне, я тебе. Минь. Я тебе десятину, а ты в десять раз мне. Идет? А если я посчитаю, что я это самое, ты мне не дадал, до свидания, сделка не состоялась. Ты мне, я тебе. Я в церковь приду, а ты у меня проблемы, порешай все на работе. Договорились, Господи. Хорошо? Я приду на евангелизацию, денег нет, Господи. Хорошо? Я не евангелизация, а ты денег. Хорошо, я поеду на миссию, а ты что-нибудь сделаешь для меня. И Господь говорит, ух ты какой, как ты здорово торгуешься, слушай. Когда я со средней азии приехал. Со мной нельзя торговаться. Я даю сам, и все. Принимаешь на твое изобилия благодати. И понимаешь, что? Спасибо, Господи. Спасибо. И тогда у нас какой дух? Благодарение. Спасибо, Иисус. Я объект Божьей любви. Сегодня, когда вы придете домой, я хочу, чтобы вы все семь пунктов сказали. Я объект... Можете остаться одни, я имею в виду. Я объект Божьей любви. Господи, Аллилуйя, спасибо. Ты там? Да, я там. Я объект Божьей любви. Потому что это истина. Я объект Божьей благодати. Это истина. Я объект Божьей силы. Здорово. Я слав, Господи. Ничего страшного. В Твоей немощи я какой? Я силен. Я взял своей силу и перевел тебя из царства тьмы в царство света. И это никто не может отменить или дать этому обратный ход. Аминь. Я возродил тебя свыше силою Духа Святого. И это никто не может дать обратный ход. Ты навечно такой против моей силы, говорит Господь. В Твоей жизни нет никакой силы. Аллилуйя. Ну нет никакой силы. Никакой твердыни другой. Кроме меня, говорит Господь. Да не знаю. Не видел там. Никаких инопланетян там нет. Ну что вы в самом деле? Я здесь все. Мое сердце здесь. Потому что Сын мой был распят здесь. И мы говорим, почему, Господи, я стал объектом Твоей любви? Почему я стал объектом Твоей благодати и силы? И Господь говорит, Сын мой пришел на землю, а вы в нем. А вы в нем. И Он превознесет. А вы в нем. Вот почему. Так что расслабьтесь, дорогие мои. Принимайте. Живите в этом. Мы стали с вами объектами... Это четвертое, да? Мы стали с вами объектами Божией верности. Евреям 13,5. Не оставлю и не покинулась. Не оставлю и не покинулась. Скажите себе. Не оставлю и не покинулась. Еще раз. Не оставлю и не покинулась. Это истина. Но мне кажется так, что ты оставил меня и покинул меня. Господь говорит, я понимаю тебя, и я жил человеческой жизнью, и я прошел через все эти немощи, через все эти скорби, и был отвергнут. Но я никогда, даже мне в мыслях не было, что Отец оставит меня, потому что это не было моей истиной. Истина была, что Отец говорит, я с тобою, я с тобою, я с тобою. И даже когда я воскликну, говорит Иисус, Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня совсем ненадолго? Потому что после этого идет что воскресенье, и что радость, и что царство, и победа, что верный Господь, не оставлю, не покину тебя, я не изменяюсь. Не оставлю, не покину тебя. Даже если ты будешь лежать на больничной койке, и не будешь двигаться, не оставлю, не покину тебя там. Следующее. Мы стали объектами Божьего покоя, мира. Аминь. Бог примирил меня с собой. Первое. Второе. Я примирился с Богом, смертью Сына Его. И третье. Я... Слушайте внимательно. Я примирился с собой. Аминь. Еще раз. Бог примирил меня, не перемирил меня с собой. Я примирился с Богом, и я примирился с самим собой. Мне не нужно больше принимать осуждение на себя. Мне не нужно больше слушать голос вопящего дьявола, который говорит, что ты ничто, ты оставлен, у тебя нет благодати, тебя никто не любит. А мы что говорим? А я объект Божьей благодати. Как тебе на это? Допустим, дьявол здесь идет, да? Как тебе? Не нравится? А я объект Божьей любви. Как ты там себя чувствуешь? А я объект Божьей силы, через которую ты не можешь переплюнуть. А я объект Божьей верности. Как ты себя чувствуешь? Значит, что произойдет пыль по дороге. Увидите, как он убегает. Когда вы возьмете меч обоюдоострый в свои уста и начнете говорить истину в своем сердце, говорите ему, пустам слушает, не выдержит, не выдержит, убежит. Как Иаков говорит, что? Покоритесь Богу в Слове Божьем, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Только пыль будете видеть по дороге. Это так и есть. Иисуса знают. Павел неизвестен. А вы кто такие, ребята? Говорит демон, обращаясь к семи сыновьям Скевы, первосвященникам, которые там фокусы показывали. С демонами. И демон смотрел на них и сказал, довольно фокусно. И они без одежды, семеро, бежали от него. А? Что это такое? Да у них не было такого слова. У них не было Духа Господня. А у нас с вами есть. А у нас с вами есть. И мы с вами объекты Божьего покоя. И также мы с вами, следующее, шестое. Мы с вами объекты Божьего утешения. И Кресиаста 4.4. 4.1.4 там сказано, что Соломон говорит, вот что видел я под солнцем. Угнетение и сила у угнетающих. А утешителя нет. А мы с вами, кого приняли с вами в наши сердца? Духа Святого. Кто это? Утешитель. Вы знаете, что в мире нет утешителя. Потому что там угнетение и утешителя нет. А у нас с вами что? Есть Он. И Он живет в наших сердцах. И мы говорим, Господи, Господи, мы молимся Тебе, чтобы как можно больше людей в России узнали Тебя и получили утешение. Не из-за того, что они могут купить или куда-нибудь поехать. А чтобы они получили утешение от Духа Господня. И чтобы вы были ободрены и поднялись и скинули свою депрессию со своих плеть. И сказали, ага, меня-то за дурака здесь держали все это время. Хотя у меня борода до колен. А? Ну, конечно. Дьявол держит нас всех за дураков. И хочет, чтобы мы ничего не знали. А Иисус говорит, а я скажу вам нечто. И буду говорить каждый раз. Аминь. И буду ободрять вас каждый раз. И мой Дух Утешитель будет ободрять вас во всякой скорби. Держитесь за Него. И также мы с вами, последнее, седьмое. Объекты Божьего служения священника на небесах. Что это означает? Это означает, Петр, я молился за тебя. Когда ты после своего падения, когда ты встанешь, укрепи братьев твоих. Еще мы можем сказать по поводу утешения. Помните, когда Иисус вошел в горницу в двадцатой главе Евангелия? Помните, да? Не помните? Ученики сидели в страхе. Если бы Иисус постучался в дверь, то тогда бы Кондрат хватил там учеников. Но он сразу вошел. И что он сказал? Ветро. Аминь, да? Он не сказал так. Какие вы после этого ученики? Я был на кресте. А куда вы-то разбежались? Петр, ну-ка встань. Отвечай мне. А ты куда? Что это я слышал, как ты там, когда меня там это самое, а ты слышал? Один раз отрекся, второй раз отрекся, а по второму начал божиться и крясться, что не значит я. Ну-ка, Петр, отвечай, а вы все кролики или, как называется, заячьи душонки. И разве вы мои ученики? Вы что совсем, а? Я представляю, представляю. Нет. Он заходит и говорит, мир вам. Мир вам, ребята. Потому что моя любовь не зависит от вашего поведения. Запомним это сегодня. Моя благодать не зависит от вашего поведения, хорошего или плохого. Она всегда есть. Но принимаешь ли ты ее или нет? Пребываешь ли ты в абсолютной истине? Насыщаешься ты от потока Божьего сладостей, от тука дома Божьего. И когда мы возрастаем, как деревья в саду. Аминь. И когда о себе не думали? Да. Мы насаждение в доме Господнем. Давайте откроем заключение. Псалом девяносто девяносто первое. Псалом девяносто первое. Тринадцатый стих. Праведник цветет, как пальма. Представьте себе. Знаете, у пальмы на стволе немного-то происходит. Да? У них где там все происходит? Да, где-то там высоко происходит. Праведник. А мы с вами праведные. Почему? Потому что Христос умер за нас. И мы получили праведность подарка. Праведник цветет, как пальма. Возвышается подобно кедру наливания. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовитые, сочные и свежие. Аминь. Чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Кто мы с вами, как в молитве говорилось? Господь насадил сад в Едене, поместил туда человека и вышел в прохладе дня искать своих людей. Где он их нашел? В саду, где была гробница Иосифа и Заримафея, богатого человека, куда положили Иисуса Христа. Это был сад. Аминь. И когда Мария пришла, и она посмотрела на Иисуса и говорит, ну подумал, что это садовник. Аминь. Он и есть садовник. Он и есть садовник, который ходит в своем саду. И который насадил этот сад. Давайте песню песни откроем. Ой, как здорово. Песня песни, шестая глава. Первый стих. Песня песни, шестая глава, первый стих. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая женщина? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Ответ какой? Мой возлюбленный пошел в сад свой. В цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Здесь говорится, что Иисус, где же нам найти возлюбленного нашего? Где же он пребывает? В саду своем пребывает. Где мы с вами насаждение в доме Господнем. И Господь что? Взращивает нас. Взращивает нас. И ему нравится там быть. Потому что мы с вами источаем совсем другой аромат. Он и там в течение песни, песни. Где возлюбленный мой? Да в саду он. Где он пасет? В саду пасет. Что он там делает? Он нюхает и он ест плоды. И когда Иисус находится в своей церкви, а Он в своей церкви, и мы с вами здесь возрастаем, Он говорит, я испытываю, я чувствую аромат жизни верующих, которые в моей природе являют ее здесь. И также я ищу плод. И этот плод является плодом, который пребывает в жизни вечной. И поэтому прославится Отец мой небесный. Когда вы принесете много плода, мы с вами насаждение в Доме Господнем, мы с вами объекты чего? Божьей благодати, Божьей любви, Божьей благодати, Божьей силы, что еще на нас? Мы Божьей благодати, Божьей силы, Божьей верности, Божьего покоя, Божьего утешения, Божьего служения, ходатайства за нас на небесах. Это все мы с вами. Принимайте это. Ходите в этом, благодарите за это. И не отдавайте это, чтобы кто-нибудь не украл венца вашего. Не отдавайте это никому, потому что это ваше. И царствуйте в вашей жизни в благодати. Имея дух благодарения, имея дух поклонения, тогда Господь, тогда вы будете источать не зловоние ветхой греховной природы, которые невозможно нюхать, а будете источать аромат благодати. И Иисус говорит, ах, как мне нравится. И мы принесем с вами много плода. И пойдем на небеса очень и очень богатые. И прославим нашего небесного Отца. Аминь. Благодарю тебя, Отец нашим местный, за абсолютную истину твоего слова. И потому что мы были велики, ты избрал нас и приблизил. И потому что мы были сильны, ты избрал нас и приблизил. И потому что мы были праведны, ты избрал нас и спас нас. Но это все ты. Это твоя природа. И в вечности, в прошлом, ты решил, что ты сотворишь человека по образу своему подобию. И если он даже упадет и согрешит и уйдет, ты найдешь его, всякого, кто откликнется на твою любовь. Благодарим тебя, Иисус, за то, что мы стали объектом твоей любви и благодати, и силы, и верности, и милости. Слава тебе, Господь! Благослови нас ходить в этом, укрепляться в этом, обучать друг друга этому, Господь, ободрять друг друга этим и источать не зловоние веткой природы, но аромат благодати новой жизни, жизни праведника, как пальма, которая находится в горних местах, на высотах. Слава тебе! Если из тех, кто слушает эту проповедь, есть человек, не знающий Христа, мы говорим вам сегодня, что Бог любит вас. Бог любит вас и хочет принять свою семью. Не отвергайте его любви. Обратитесь к нему в этой молитве и скажите, дорогой Господь Иисус, я принимаю твою любовь. Я хочу стать объектом твоей любви. Потому что меня никто не любит здесь по-настоящему. Но я услышал Слово Божие, которое говорит, что ты любишь меня независимо от моих дел и поступков. Ты будешь любить меня. Спасибо, Господь. Спаси меня. Подари мне вечную жизнь. Хочу быть с тобой навсегда, как ты и обещал. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь.